Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 27. Наши лекции проходят в Сретенском монастыре, в частности, в актовом зале Сретенской духовной семинарии, и будут публиковаться на сайте монастырей.ру, а также на сайте портала, на страничке экзегет.ру. Псалом 27. Состоит из строк, в которых разительно меняется настроение. Стихи с 1 по 5 образуют плач, а стихи с 6 по 9 составляют благодарственную песню. Плачевная песнь одного человека, который в надписании назван Давидом, а в стихе 8 по мазанникам со временем стало частью общественного богослужения. В этом псаломе мы слышим мольбу человека, находящегося в смертельной опасности. Молитва сопровождается воздеванием рук в сторону храма. Ее произносит человек, который не желает погибнуть вместе со сладеями. Он умоляет Бога воздать им по их поступкам, поскольку они этого заслужили. Он благословляет Господа за то, что тот всегда прислушивается к его молитве. И за это готов и в будущем прославлять его в песнях. Господь крепость и убежище не только для помазанника, но и для всего народа, поскольку народ является собственностью Господа. Поэтому псаломопевец молится, чтобы Господь пас свое стадо вовеки. Плач начинается с призывания Господа. Первый-второй стихи. Не будь безмолвен для меня. Обращение к Богу услышать крик «Иначе умру» подразумевает серьезные проблемы. Если Бог умолкнет и не ответит на молитву, псаломопевец спустится в могилу, яму, преисподнюю, мир мертвых. Он обращается к Богу, как к своей твердой опоре, скале. Это метафора божественной защиты. И направляет свою молитву к святилищу, поскольку там Бог открывает свое присутствие Израилю. Блаженный Феодорит считал, что в дни написания псалма его автор был территориально далек от святилища. Он, как и Данил в Вавилоне, простирал руки через окно, глядя в сторону храма, и ум свой устремлял в сторону Дома Божия. Воздевание рук в сторону святая и святых Дома Божия – это, по протерею Николаю Вашнякову, древнейшее обычное молитвенное действие, означающее стремление или возношение сердца к Богу с желанием как бы привлечь его к себе и быть принятым под его покровительство и защиту. Подобно тому, как ребенок протягивает свои ручонки к матери, чтобы быть принятым в ее объятия. В третьем-пятых стихах псалмопевец умоляет Бога не обращаться с ним так, как будто он злодей, и не наказывать его тем же наказанием, которого заслуживают злые люди. «Последние в беседах с друзьями прилюдно говорят о мире, а в глубине сердца замышляют зло». Книга притчи критикует такие двойные стандарты в следующих словах. Процитирую. «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится». Злодеи заслуживают возмездия по делам рук их из-за того вреда, который они наносят другим людям. Псалмопевец не берет на себя ответственность отомстить врагам, ударить их по рукам, но приносит свои негодования, свой гнев к престолу Верховного Судьи всех Богу. Он уверен в том, что Бог привлечет злодеев к ответственности. Разрушит и не построит – это метафора из области строительства. Подобную метафору использует пророк Иеремия. Однако Иеремия говорит, что его задача – не только искоренять и разорять, но и созидать и насаждать. Псалмопевец не видит перспектив для восстановления своих преследователей. Его позиция схожа с негодованием апостолов Иакова и Иоанна, которые, столкнувшись отсутствием гостеприимства одной самритянской деревни, предложили Иисусу, «Господи, хочешь ли мы, мы скажем, чтобы огонь с неба сошел и истребил их, как и Илья сделал?» Как ни парадоксально, апостолы ведут себя в данном примере как люди Ветхого Завета. Они предлагают разрушить, но не предлагают что-то заново построить. Как полагают современные исследователи, псалмы плача, как правило, содержат строки со словами словословия или уверенности в Боге. Такие слова благодарности и уверенности в Господе мы находим в стихах с 6 по 8 данного псалма. «Бог – это сила, щит и спасительная крепость, в стихе 8 упоминается помазанник, о котором святитель Афанасий говорил как о царском помазаннике. Герой псалма – царь, который ходатайствует пред Богом за народ и несет ответственность за его будущее. Псалом заканчивается призывом к Богу спасти и благословить свое наследие». По современным словарям упомянутое здесь понятие «наследие» связано с неотделяемым имуществом, которое могло передаваться по наследству. Такое имущество, как правило, состояло из земли, а эти земли, в свою очередь, приобретались в результате завоеваний, военной добычи, доли в этой добыче или при разделе наследственного имущества между частным лицом и его семьей. По книге «Второзаконие» Израиль становится собственностью Бога в силу того, что Господь вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом у дела его. Отождествление Израиля с наследием Божиим характерно и для других книг Библии. Псалмопевец призывает Бога вывести Израиль из опасности, точно так же, как пастух поднимает на руки и носится со своими овцами. Выводы. Данный псалом является просьбой помазанного царя к Богу о том, чтобы спасти его и народ Божий. Ссылка на Давида в надписании и на помазанника в 8 стихе позволяет провести тонкие параллели с Мессией Христом. Хотя Иисуса, как и псалмопевца, собирались предать казни вместе со злодеями, Бог услышал его зов и спас от преисподней, воскресив из мертвых. В этом отношении Сын Человеческий подобен псалмопевцу. Однако, как Сын Божий, Христос был в праве отождествлять себя с тем самым пастырем, на которого автор псалма надеялся, как на Спасителя. Христос не таков, как прочие пастухи, которые покидают свое стадо при приближении волков. Он отыскивает заблудившееся в горах овцу. Он жизнь свою полагает за овец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова